Дорогие друзья, утро доброе! 8 февраля 2022 года у нас на календаре. В России, кстати, среди многих других праздников, часть людей отмечает сегодня день риэлтора. Ваш день. Есть несколько этих дат. В мире это. Сообщество не самое дружное, поэтому по-разному в разные времена отмечают. Но мы сегодня будем говорить не только о недвижимости, может быть, даже не столько о недвижимости, сколько о гражданстве. Будем говорить сегодня о гражданстве Карибских островов. Я сразу представлю наших экспертов сегодня. Это президент и основатель компании «Апекс Капитал Партнер» Нурри Кац. Нурри, добрый день! Доброе утро! Доброе утро! Но у вас даже еще не утро, у вас, по сути, ночь. Вы сейчас где у нас находились? Ну, что-то типа этого. Я на острове Антигия. На острове Антигия. Это совсем недалеко. Совсем недалеко. Я всегда говорю, что я живу за городом всего 7000 километров от МКАДа. 7000 километров от МКАДа, ну, современные средства связи и транспортные средства. Да, транспорт отлично. Позволяет долететь без проблем. И представляю Софью Силину, вице-президента «Апекс Капитал Партнерс» по России и СНГ. Софья, здравствуйте! Здравствуйте, я поближе в Москве. В Москве, да. Безет! Ну, Москва всегда открыта, несмотря на, относительно, на закрытые границы. Ну, и представим, что меня зовут Филипп Березин, я главный редактор «Прианру». Друзья, с чего мы начнем наш разговор? Естественно, базовая тема – это условия, правила, нюансы получения гражданства по пяти каритским программам, о которых мы будем говорить чуть позже. Но, помимо всего прочего, мы сегодня еще, правильно, начнем с этого, мы поговорим чуть более общо вообще о индустрии получения гражданства, поскольку это вопрос, мы, во-первых, практически никогда на наших вебинарах не касались, а здесь как раз есть о чем поговорить. И в применении Кариба, может быть, эта повестка будет наиболее актуальной, и с компанией Апекс, с экспертами из Апекса, как раз об этом стоит поговорить, потому что, ну, для, как ни странно, для тех людей, кто хочет получить гражданство, кто претендует на него, вполне возможно, очень небезынтересно будет понять, а как вообще работает эта система, почему у кого-то больше шансов на получение гражданства, у кого-то меньше, кто поможет вам это гражданство получить, и как со стороны государств эта история работает. Давайте несколько слов, ну, и давайте с вас тогда начнем, может быть, в двух словах о том, что вы за компания, чем вы занимаетесь, и плавно перейдем именно к этому такому общему, ну, вполне конкретному вопросу, а как же работает вот эта индустрия получения гражданства или ВНЖ по всему миру? Ну, спасибо, Филипп, здравствуйте всем, я всегда люблю говорить о нашей компании, так что спасибо за возможность говорить о компании. Мы относительно новая компания, нам всего 30 лет, я основал компанию, ну, относительно к, я не знаю, Ford, или Mercedes, они по 150 лет, так что, нет, нам 30 лет, я основал компанию, на самом деле, в Москве, хотя, я думаю, что всем уже понятно, что я не из Москвы, но я приехал из Канады, в Москву в 90-м году, скучно было в Канаде, более интересно в Советском Союзе, и основал компанию в 92-м году, мы не регионеры, мы не врачи, мы не какие-то консультанты, я не знаю, мы лицензированные агенты по инвестиционному агенту, эммиграцию, и мы, когда я говорю слово лицензированные, мы сами не лицензированные себя, нас лицензируют государства, и лицензия, когда я говорю слово лицензия, это значит, что всякие государства разные дают нам право представлять интересы наших клиентов по этим вопросам, и без этой лицензии просто нельзя делать эту работу, поэтому... Окей, то есть, смотрите, давайте уже тогда, может быть, более конкретно, значит, есть государство, которое говорит, что, ребят, у меня есть программа официальная, на государственном уровне принятая, заявитель, выполнивший определенные условия, может претендовать на, допустим, паспорт или, в каких-то случаях, вид на жительство или ПМЖ. На другой стороне есть этот заявитель, который эти условия хочет выполнить. Соответственно, вы находитесь где-то посередине, и у вас есть какие-то права и обязанности. Вот давайте пару слов об этом, какое вы занимаете место во взаимоотношениях между заявителями. Вы говорите по правам или обязанностям? Ну, давайте, я думаю, что примерно одно и то же. Ну, да, есть в разных странах, и на Карибах, где мы лицензированы, в Канаде, в Черногории, где мы лицензированы, есть закон. По закону, есть закон о получении второго гражданства по инвестициям. В этом законе есть определенные требования к тем, кто хочет получать гражданство. И эти требования включают в себе определенные инвестиции, но это только одно из требований. Есть другие требования. Надо предоставлять очень много информации о себе и о истории накопления средств. Сейчас весь мир помешан на anti-money laundering против money laundering. И государство даст статус гражданства только тем, кого оно выбирает. Они должны быть уверены в том, что человек, кому они дают гражданство, будет не только... Не то, что нет криминальных вопросов с ним, а они очень боятся репутационных вопросов. Они боятся, что из-за того, что с гражданством идет паспорт, и паспорт можно использовать в разных странах, естественно. Они боятся, что человек с их паспортом поедет в какую-то страну и завершит какую-то гадость от просто легкой гадость до... Они боятся, что террористы получат гражданство. Ну понятно, да. Риски очень-очень-очень понятны. И так вот, я как раз к этому и веду. Вот вы в данном случае кто? Вы проверяете людей, чтобы они не совершили... То, что мы делаем... Люди со всего мира подают заявление на гражданство из Китая, из Африки, из Южной Америки, из России. И государство не может работать напрямую с каждым заявителем. Просто физически это невозможно. Поэтому они определили определенных точек входа. Мы одной из точек входа. Клиенты, которые хотят получать гражданство, обязаны работать с тем, что называется локальным агентом, местным агентом. Но агент, который имеет офис на острове в стране и получил лицензию, и имеет местный счет в банке, и получать лицензию – это определенный вопрос. Но они хотят работать с людьми, кого они знают, понимают и с кем они могут общаться на месте. Кого они могут видеть и трогать. Смотрите. Вы, соответственно, являетесь лицензированным агентом. Мы говорим в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Именно по этим пяти странам вы работаете не только с этими пяти, но мы сейчас говорим конкретно о них. Это означает, что у вас есть некие взаимоотношения с государством. То есть вы имеете право подавать документы государству или рассматривать их определенным образом. Но решение все равно поднимаете не вы. Это абсолютно правильно. Но это как юристы. Юристы идут в суд. Суд принимает решение. Но юристы показывают в суд, что самая хорошая страна клиента. Они пытаются уговаривать судья о том, что клиент хороший и он не завершил преступление или он подходит по правилам получения гражданства. И это то, что мы делаем. И не только это. Просто если вы можете представить себе, что сколько тысяч клиентов, людей в год хотят получать гражданство. И для маленького государства понимать нюансы накопления денег в России. Мы сами не понимаем нюансы накопления денег в России. Чтобы это понимать, чаще всего государство должно задавать новые вопросы. И, например, в России всегда, просто для понятия, что могут быть очень много недопониманий. Например, в России всегда говорят про 90-е годы. А, они заработали в 90-е годы. Понятно, в 90-е годы не было документов. Ничего не было тогда. Были чемоданы с деньгами. Понятно, в 90-е годы. Слово 90 в России имеет значение. Слово 90 в других странах не имеет никакого значения. Просто, ну, в 90-е годы в Нью-Йорке все было так же, как и сейчас. Не было хаоса. В Сен-Китти не было хаоса. Не было. И сказать, ой, 90-е. Это просто русская штучка. Есть много таких нюансов в каждой стране. Скажите, вот все-таки один момент, который позволю все-таки четко разделить. У вас есть определенная лицензия, которую вам выдали власти вот этих пяти стран. Например, в России, да и не только в России, во многих других странах есть компании, которые предоставляют услуги и рекламируют, там, мы поможем получить гражданство Карибских островов. Вот что вы можете сделать, чего не могут сделать они, если у них такой лицензии нет? Представлять интересов клиентов, работать с клиентами. То, что эти компании делают... Они могут помочь собрать документы точно так же, как и вы. Они могут проконсультировать без проблем. Да, если они умеют читать законодательство. То, что они не умеют делать, это подавать документы на гражданство. Они могут собирать документы, потом они должны эти документы отправлять мне. Все равно. Потому что у них нет такой лицензии. Не только мне, есть еще другие лицензированные агенты на местах, но они просто... Они FedEx. То есть они в другом случае, так или иначе, эти документы пройдут через вас или через другую лицензированную компанию? Другого способа нет. Окей. И это не только документы. Мы подаем эти документы, но потом мы общаемся по поводу клиентов с государством. Они не могут, если есть вопросы, что 7 февраля 2007 года вы получили там 50 тысяч долларов, откуда? Они задают мне этот вопрос по поводу клиентов. Я должен общаться с клиентом. В таком случае, если это какая-то из русских компаний, там риэлторов, я не знаю, которые консультируют, я не могу... Клиент не говорит со мной, клиент не будет понимать в чем вопрос. И я должен спросить этого риэлтора или консультанта, или я не знаю, как они называются в России, я должен спросить их, поговорить с клиентом. И тут идет уже игра в словном телефоне это называется. Но точно то, что риэлторы этот в России, я не знаю еще раз, как это называется, то, что они не могут делать, они уже не участвуют в процессе. Понятно. То есть на вот взаимоотношении с государством общаться может только лицензированная компания. И вся работа заключается именно в этом. Они просто переводчики, может быть, иногда на английский. И они просто почта. Окей. Вот забыл начальник сам сказать. Работает у нас чат, и вы можете по ходу дела задавать вопросы, уважаемые зрители. Безусловно, все участники получат запись вебинара и материал отчет по итогам его. Скажу сразу, тоже был вопрос, он через фейсбук к нам пришел. Около часа будет длиться всего наш вебинар сегодня. И если какие-то вопросы по ходу дела есть, безусловно, задавайте. Вот первый вопрос уже есть, но про лояльность чуть позже. Ну и, Нури, давайте тогда уже, может быть, чуть пробежимся буквально кратенько. Мы говорим о пяти странах. Вот вы представили примерный график, как вынужден работать человек, который не имеет вот этой лицензии. У вас эта лицензия есть? Вы лицензированные агенты. лицензия вот в каждой из этих пяти стран, допустим, они чем-то принципиально отличаются? Есть на самом деле две разные типы лицензирования. Есть компании, которые в разных странах, которые лицензированы как маркетинговые агенты. И это компании, которые обратились в государство, попросили, чтобы им как бы рассмотрели их и чтобы не подали на них в суд, если они будут рекламировать программу, потому что только лицензированные компании имеют право рекламировать. И они рекламируют, они называются еще раз маркетинговые агенты, они имеют право рекламировать программу, и они имеют и собирать документы, они официально могут это делать, и передать эти документы таким как нам, локальным агентам. Они имеют право. Потом есть те, которые вообще не имеют права, которые вообще никак не связаны с государством, как-то боятся всяких этих государств, или они работают в тени, они работают в подвалах, или они работают в шикарных офисах, но без статуса вообще. Они не хотят, чтобы они знали о них, они не хотят, они просто хотят отправлять бумажку. Ну, так же, как и маркетинговые агенты, они только отправляют бумажки, но они хотя бы имеют какое-то право рекламировать себя. Кстати, вот это все это лицензирование, это абсолютно нормальное явление во всех, ну, во всех странах, не только по отношению к этим услугам, а по отношению к финансовым услугам. Финансовый брокер должен быть лицензирован, юрист должен быть лицензирован, агент по недвижимости в России нет лицензирования. Ну, кстати, очень много, где агенты по недвижимости не лицензированы, но история понятна. То есть, значит, в двух словах, ну, вот эта схема, она, мне кажется, довольно четко объясняет ваше положение, то есть, условно говоря, без вас никуда. Вот вы, или только вы, или вы и маркетинговый агент, или вы маркетинговый агент, ну, и, условно, посредник, кто-то клиента нашел. Окей, давайте теперь поступим следующим образом. У нас, у вас в презентации еще много есть о чем сказать, о конкретных программах, но я попросил бы, может быть, поступим сейчас следующим образом. Оставшую часть времени уже больше посвятим конкретным, может быть, нюансам программ. И я попрошу переключить нас сейчас на другую презентацию, которую уже Софья подготовила. Софья, давайте тогда вам такой вопрос. Значит, действительно, вот здесь вот эти пять стран, Сан-Ки-Ценевик, Сан-Трисея, Доминик, Антигу и Гренада, популярный и понятный вопрос. Вот, одни все равно идут пакетом. Я никогда не видел, чтобы какой-то посредник или маркетинговый агент работал только с одной из этих программ. Все равно говорят, вот, ребят, есть все пять, выбирайте из всех пяти. В чем заключается вообще суть этого выбора? И, ну, я думаю, вы тоже добавите, потому что мой вопрос... Я два слова скажу, потом дам Софии говорить. Я на прошлой неделе был на Сан-Та-Люции на эти выходные. И все, кстати, звучит круто, но я встретился с премьер-министром. И я пытался ему объяснять... Он новый премьер-министр, он только несколько месяцев. Я его много лет знаю и так, до того, как он стал, поэтому я с ним встречаюсь. И я пытался объяснить ему концепт понимания, что когда... Что клиенты видят весь пакет, они видят, о, карибский, нету... И не понимают разницу между Сан-Та-Лючи и Сен-Кетс, и он смотрел на меня, и он не понял, как это возможно... Вот, давайте поговорим. День и ночь. Господи, Боже мой, все эти острова умещаются на территории нашей большой Москвы. Но он не живет у вас в Москве, он живет у себя. Понятно, но мы это смотрим отсюда. Так вот, окей, Соня, в чем тогда? Все-таки эта разница действительно есть? Разница есть, естественно. Если вы живете в Коптево или вы живете в Кунцево, оно, несмотря на то, что на Кент называется и начинается, как бы имеет разную суть. У каждой страны свои особенности, у каждой программы свои особенности. Каждую из этих программ мы рекомендуем в случае только после выяснения состава семьи нашего потенциального аппликанта, потому что некоторые программы предлагают порог входа для одного человека, минимальный, 100 тысяч долларов плюс пошлины, плюс услуги юридического сопровождения. А некоторые программы начинаются со 150. Поэтому если человеку, в общем-то, по большому счету, все равно, ему нужен просто некий документ, который откроет ему безвизовый мир, который будет его страховкой, который даст ему возможность передвижения свободы, принятия решения и вот этого, он выбирает то, что меньше всего по затрате. Вот, как раз и хотел сказать. Давайте тогда так. По деталям сейчас пробежимся по каждой стране в отдельности, но вот общее, что у всех, то есть все эти страны предоставляют гражданство, все эти страны, ну, вы сразу бы сказали, свобода путешествий, недаром, может быть, не совсем справедливо, но все эти паспорта еще называют как travel-документы, то есть возможность ездить по миру. Что общего у них еще у всех? Общего у них много чего. Во-первых, все это... Погода. Погода прекрасная. Как показывает Нуре и нам ежедневно, погода там действительно 365 дней в году плюс-минус одна, иногда пойдет дождик, иногда прилетит ветер, но по большей части похвастаться разницей в сезонах невозможно. Что касается всех стран, а не все бывшие колонии Великобритании, все пять карибских стран – это государства карибского бассейна, находящиеся, в общем-то, не очень далеко друг от друга. У всех у них действует обращение карибского доллара, все они входят в местный союз карибских государств, так называемый кариком, то есть с паспортом Сен-Китца, ну, по сути, если не вдаваться в подробности, можно жить на Гренаде, с Гренадским на Доминики, с Доминикским на Сент-Люси и так далее по кругу. Везде действует обращение карибского доллара. Все пять карибских стран дают безвизовое передвижение по странам Европейского союза, Шенгенской зоны, с возможностью пребывания 90 дней в полугодии. Это та же самая визовая привилегия, которую имеем мы, если мы россияне или мы те, кто имеет визы в Шенген, но это как бы на всю жизнь с возможностью передачи по наследству. И вот тут вот момент, не все статусы гражданства передаются в легкую по наследству. Здесь уже вот тот самый процесс консультирования и выяснения, что же нужно человеку. То есть, говорят, ты, как заявитель, сам паспорт получит, а вот получат ли его наследники, внуки, не везде это работает автоматически. Все гражданства оформляются пакетно. То есть, если вы хотели бы взять не только себя любимого, но и многих членов своей семьи, таких как жену одну, детей финансово зависимых, даже если несколько жен, он, к сожалению, одну – надо выбрать официально находящуюся в браке. Всех остальных отдельно мы с удовольствием оформим по более дешевым вариантам. Можно брать сестер-братьев, можно брать родителей жены, родителей мужа. У каждой из страны есть свои пороги, цензы возрастного входа. Но вот это вот как раз уже тот самый диалог, который мы ведем с человеком. И единственное отличие, да, и у Великобритании у всех есть. Это уникальная вещь, которая есть вот как раз у карибских гражданств. Возможность пребывания в странах Великобритании до 180 дней непрерывно. Хорошую комбинацию можно себе устраивать, если надоело проживать на территории РЭП, например, и хочется поколесить по Европе, можно комбинировать страны Великобритании, Европейский союз, Шенгенскую зону, просто европейские страны, безвизовые страны, ну и иногда залетать на родину. Окей, давайте продолжим уже наше общение, частично отвечая на вопросы. На все вопросы, друзья, обязательно сегодня ответим. Ну и, наверное, отчасти к вам вопрос, вот в какой из этих стран лучше жить? Тут такая и вообще, а к вам, София, вопрос, а по вашему опыту реально сейчас, я знаю, что интерес большой, но хоть кто-то приезжает жить в этих странах, потому что вы сказали, такая возможность есть. И, да, Нурин, да, вы так же живете, но вы не из России, хотя из России, да, тоже уезжали. В двух словах тогда. Во-первых, я не буду говорить, где лучше жить, потому что, если я это скажу, кто-то разозлится, либо какой-то, в конце концов. Но везде хорошо тут жить, везде хорошо. Все зависит, тяжело понимать, что разница есть. Есть разница между островами. Ты начинаешь это понимать только после того, как ты живешь тут или бываешь тут много. Естественно, издалека это не ощущается. Нури, простите, давайте так, вот разница, она в чем? Климат, стоимость жизни, стоимость жизни везде примерно одинаковая? Примерно одинаковая. Например, в Санта-Лучи больше магазинов, больше супермаркетов. То есть не три, а четыре. Но песок коричневый, и в Антигии песок белый. Больше экспатов на Санта-Лучи, но на Антигии, например, индустрия яхтинга более развита. Если кому-то это важно, то это важно. Качество жизни, уровень безопасности везде одинаковые. Ну, плюс-минус, да, абсолютно. Да. На Санта-Лучи больше, еще раз, больше магазинов, и может из-за этого это влияет немножко на качество жизни, экспорт человека, который не оттуда. Но примерно, ну, еще раз, я очень люблю Сен-Кетс. Моя жена предпочитает Антигу. Мы живем на Антигии, я очень люблю Антигу тоже, чтобы никто не обиделся. Но кому как. Это зависит от... Ну, то есть, но все равно, то есть определенная, ну, там, разница, она все-таки есть, и их нельзя там... Если спросить местного человека, то он скажет, что вообще день и ночь. Ну, вообще разница... Ну, в реале, по поводу районов Петербурга все время спорим. Тут у меня есть свое мнение, какое лучшее, а тут уж даже разные государства. Хорошо, давайте тогда идем дальше. Вот если мы поговорили о... Вот этот кадр тоже прокомментируем, но общее преимущество вы уже примерно сказали, про гражданство по наследству. Несколько слов по поводу возможности оформления удаленно, потому что, ну, сразу скажем, возможность оформить удаленно есть. Только возможность, а все оформляется удаленно. Все оформляется удаленно. По-другому невозможно. По-другому невозможно. Хорошо, Софья, тогда такой вопрос. Исходя из этого, за последние два года, с момента начала вот этой пандемии кое-что... Как приходят к нам паспорта? Я думаю, вы сейчас разыграете один в прямом эфире. Реклама Федекс. Можем раздавать. Скажите, пожалуйста, все-таки вот за эти два года что-то реально изменилось или с точки зрения процедуры и исходя из того, что границы закрыты, исходя из того, что во многих странах процессы затормозились, как это происходит на Карибах сейчас? Есть ли какие-то изменения? И в связи с этим вопрос тут тоже реальные сроки прохождения правительственной программы документов. На Карибах никто никогда не торопился, извините. Я два слова скажу, потом дам Софии говорить. На меня лично это очень сильно влияло. Нам очень повезло, что у нас очень хорошие сотрудники и в наших офисах в разных странах Карибов, которые могут работать независимо от своего начальника, потому что вот эти страны были закрыты, нельзя было ездить туда. даже гражданам, у меня гражданство многих этих стран, естественно, это чтобы получать лицензию тоже. Но мы не виделись очень долго, и они все равно работали, работали хорошо. Но вот так это влияло. София, ваш взгляд на... И про сроки у Рустама вполне конкретные. У Рустама, простите, вполне конкретный вопрос. Отвечу на этот вопрос. А что изменилось за пандемию, Филипп и коллеги? Изменилась Антигуа. Она позволила не прилетать туда на пять дней для того, чтобы дать присягу и провести там вот это небольшое количество времени. Все это можно делать у нас в московском офисе, кстати, где мы находимся. Находится и консул, почетный консул Антигуа и Барбуда. Поэтому все, кому нужно дать присягу, милости просим на Леонидский перулок 25. Что касается прохождения дью-дилиженс, еще раз, карибы никогда не были скорыми, быстрыми. Они всегда живут на своей волне. Они никуда не торопятся. У них такое все. Когда будет, тогда будет, ожидайте. Что касается дью-дилиженса, слава богу, ну и по принципу и параметрам всех этих учрежденных программ дью-дилиженс не проводится самими государствами. Проверка по безопасности проводится привлеченными огромными компаниями дью-дилиженс, которые находятся в ряде стран, таких как Соединенные Штаты, Канада, Великобритания. Поэтому дью-дилиженс как шел, так и идет. В районе трех-четырех месяцев. Если простой кейс, ну, например, мальчик, ему 25 лет, он айтишник, или он заработал вчера на блокчейне, у него очень быстрое и понятное происхождение средств. Нет вот как раз тех самых 90-х в его биографии. Ну и вообще ничего такого нет. Нет страшной структуры, холдинга какого-то из его компаний, которым надо рыться, копаться и искать там, находить каких-то людей, которые когда-то проплывали мимо. Ничего этого нет. История понятна. Его дью-дилиженс может закончиться за два месяца. А сложные случаи, когда большой бэкграунд у человека, много скелетов в шкафу, и они эпизодически вываливаются на нас и на дью-дилиженс, нам прилетают дополнительные дозапросы. И мы вместе с человеком отвечаем на них. И в этом как раз тоже наше умение общения с государством, потому что мы понимаем, каким образом нужно на эти дополнительные запросы отвечать, представляя клиента в правильном свете. Тогда логично перейти к еще одному вопросу от Светланы, который несколько минут назад поступил. В какой стране меры проверки наиболее лояльны? И если вообще об этом, ну как-то о некой лояльности можно говорить. Где проще? Они везде лояльны. Но везде они примерно одинаковые. Они очень, это очень серьезная проверка. Проверяют историю человека очень серьезно. Нет такой страны, на Карибах, где просто так будут принимать люди. Это понятно, но... У них процесс плюс-минус одинаковый. Они работают с темой, фирмами, под юдилегентс. Плюс-минус все то же самое. Но все-таки плюс-минус. Есть какой-то плюс-минус? То есть где-то проще, где-то сложнее. Не, я, я, вот это плюс-минус, это плюс-минус. Немножко. Разница только заключается в том, правительство обращается, когда получает запрос на гражданство, обращается в частные фирмы по юдилегентс. Это большие, огромные международные компании, которые ищут информацию. Они работают на банках или на разных государствах. Ищут информацию о людях. Их более понятно сказать, что они частные детективы. И они работают во всех странах, включая Россию. И они ищут информацию о людях. Они ищут, они хотят понять, что они живут там, где они говорили, что они живут, что они работают там, где они говорили, что они работают, и что они заработали свои деньги не убийством. Ну, это понятно, да, я там говорила. Окей. И потом они пишут заключение. на 100 страницах и передают это заключение в офис государства. Там работают люди, которые должны интерпретировать, это все на английском, но они должны интерпретировать то, что писали. Писали, что человек тут жил, человек там жил, человек вот это делал и вот так делал. И там немножко есть субъективность, где, ну, в некоторых странах принимает решение один человек, например, агентство. Ну, директор агентства по гражданству. Нет, у кого-нибудь можете назвать, что-то, например, в этой стране один принимает? Я не знаю, если я имею право это говорить, я бы не хотел. Хорошо. И в некоторых странах принимает решение комиссия. И вот тут немножко это идет субъективность, потому что это понимание людей, как они и насколько они считают, что что-то серьезное, насколько, ну, например, про многих написано, у людей, у кого длинная история в бизнесе, в России, у них есть очень популярный сайт в России, он называется компромат.ру. И в компромат.ру пишут про всех, гадость. Но правильная гадость, не неправильная гадость, или это просто слухи, имеет значение. И некоторые могут лучше понимать, что, ну, это только слухи, это несерьезно. Или некоторые обращают больше внимания на такие слухи. Понятно. И это тут субъективность. Ты сыграет в свою роль. Хорошо. Но по-разному они интерпретировались и сказали, что есть там один человек, который вообще не обращает. По-разному обращают внимание на эти слухи. Давайте тогда поговорим о формальной стороне вопроса. Значит, ну, понятно, человеческий фактор. Я не знаю, увидят ли коллеги, зрители нашу таблицу, то есть она такая довольно мелкая у нас, не на всех экранах будет видно, а на мобильных, наверное, вообще нет. Но вот я вижу, например, карибские программы в сравнении. И вот, например, у Гренады галочек больше всего, у Сент-Уссии крестиков больше всего. В двух словах, Софья, это значит, что там Сент-Люссия, в чем тут основные крестики? Слушайте, ну, безвизовый въезд Гренада дает вот в Китай, чего нет у всех остальных стран, кроме одной еще, которая здесь не отображена. И соглашение США по визе Е2, это присутствует только в Гренаде, поэтому та самая неиммиграционная бизнес-виза в Штаты для любителей ее оформлять после получения гражданства возможно под оформление только как раз после получения гренадского паспорта. Все остальное более-менее одинаково. У Сент-Люссии есть еще опция возвратная, которая называется получение гражданства через вложение в государственные бонды. И это интересная опция тем, что вы не заморачиваетесь темой приобретения недвижимости или долей в отелях, и потом не заботитесь о перепродаже их. Вы покупаете госбонды на срок от 5 до 7 лет на выбор. От этого зависит стоимость этого пакета бондов. И ровно через отведенный срок сумма возвращается вам обратно на ваш счет. Получается, что общая затрата на гражданство не 200 с небольшим тысяч долларов после возврата этих стоимости госбондов, а, например, 60-90 в зависимости от количества членов семьи. Это правильно. Окей. Давайте тогда все-таки еще один момент скажем. У нас наверняка есть среди наших зрителей те, кто уже более-менее знаком с программами, но есть те, кто, может быть, только начинает свой, скажем так, миграционный путь в двух словах о том, а какие вообще, в принципе, существуют инвестиционные возможности. То есть во что ты должен вложить? Буквально пару слов, а потом уже будем говорить про конкретные страны. Куда деньги-то надо вкладывать, чтобы претендовать на гражданство? Вы либо дарите государству, так называемое, участвуете в получении гражданства путем инвестирования в некий госфонд, что является инвестированием в гражданство. Получается, что ваши затраты полностью идут в то государство, гражданство которого вы решили оформлять. То есть это покупка. Ну давайте так, ты даешь... Нельзя так говорить, Филипп. Нельзя, они имеют... Но то есть в любом случае ты эти деньги назад... Не возвратно. Не возвратно. Заплатил государство. Заплатил, инвестировал, помог государству, гражданином которого становишься. Вот именно. Хорошо, давайте назад. Хорошая формулировка. Либо ты выбираешь другую опцию, полувозвратную, когда вы инвестируете в некую единицу авторизованной недвижимости. Это может быть либо отельный проект, как правило, это 5 звезд, либо отдельные единицы недвижимости. На Санкице, например, вы можете приобрести нечто от 400 тысяч долларов. Но, чтобы все тоже понимали, хорошая единица недвижимости типа мини-вилла начинается от полутора миллионов долларов плюс-минус. А плюсом добавляются еще пошлиные услуги. Поэтому для тех, кто спрашивает, где жить, можно сначала выбрать страну, где жить, потом купить себе шикарную виллу с видом на Карибское море или на океан. На Атлантику. На Атлантику. Скажите, вы подъявили слово такое полувозвратное? В каком смысле полувозвратное? Все, частично возвратные, все государственные пошлины являются невозвратными, это сразу. Услуги юридического сопровождения и затраты на подготовку документов являются невозвратными. Стоимость, сумма, которую человек вкладывает в объект или единицу недвижимости, или в долю в отеле является возвратной через определенное количество времени. Еще один такой общий вопрос. Есть история, допустим, в Черногории, где государство заранее говорит, вот в эти объекты вы можете вкладывать, а в эти не можете. Есть условия, программа ВНЖ Греции, где вот, пожалуйста, выбор, все, что хотите. В случае с Карибскими островами одна история или вторая? Обе истории. На Сен-Китсе есть и та, и другая история. Во всех остальных странах это авторизованные проекты. То есть на Сен-Китс я просто подбираю любой объект под такой цене? Если доля в отеле от 200 тысяч долларов, как правило, они начинаются от 220, если любая единица недвижимости от 400 тысяч долларов, плюс пошлины, плюс оформления. Давайте, мне кажется, что, может быть, сразу стоило это сделать, мы в чате опубликуем контакты с компанией Apex Capital, с тем, чтобы, ну, кого заинтересовало, там, не на все вопросы тот же Нури уже ответил, но в частной беседе, я думаю, он будет более откровенен, и назовет, например, где будет один человек тебя проверять, а где комиссия. Ну, люди не хотят через комиссию. А теперь, раз уж мы заговорили о Сен-Китсе, давайте просто поговорим о четырех странах, потом все-таки шепнем, почему мы говорим о четырех, а не пяти, и насколько это возможно. Сен-Китс, пожалуйста, несколько слов буквально, базовых. Сен-Китс, наша любимая, одна из наших любимых программ. Нельзя говорить, что... Нельзя, 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 да, я этого не говорила. Сен-Китс с 1984 года существует как программа гражданства, на сегодняшний момент является одной из самых раскрученных программ. Постоянно видоизменяется, очень хорошо следит за рынком инвестиционного гражданства, прекрасно подстраивается под действительность и под реалии сегодняшнего мира. Прошел ураган, страна первая предложила ураганный фонд, он был со скидкой, потом изменила, потом видоизменила еще раз. До 31 декабря прошлого года существовала опция скидочная для семьи из четырех человек. На сегодняшний момент есть четыре опции участия в программе Сен-Китса. Первая – это тот самый невозвратный взнос по дару государству, который начинается от одного человека, если мы берем от 150 тысяч долларов, на семью 175 тысяч долларов, плюс пошлины, плюс услуги. Есть старая программа взносов в фонд, она на четверых равна 195 тысячам долларов. По факту дает одно и то же – возможность получения гражданства. И вот вы открыли тут слайд с недвижимостью. Это как раз либо вложение вот в такие чудесные объекты недвижимости, стационарные виллы от 150 квадратных метров у чудесного девелопера Кристоф Харбор, который называется Ocean Grove. Стоимость вы видите на экране от одного и 350 миллионов. Извините. Или вот доля в парк Хаят, которую вы можете приобрести, 220, она стоит 1000 долларов, плюс пошлины, плюс затраты на оформление. Все это тоже может привести вас к получению гражданства на всех членов своей семьи. Кстати, Филип, для ваших зрителей, потому что я горжусь этим. Ой, вы вот этот слайд брали, извините. Да слайдом гордитесь. В левой стране вот эти виллы мы построили на Сан-Китсе. Что значит «Удэ»? Мы построили. А, вы как «Дебелопер» выступили? Да. Красиво жить не запретишь. Софья, знаете, вопрос есть, вернее, по предыдущему слайду, просто чтобы мы потом уже дальше к этой теме не возвращались, на примере Сан-Китса. Вот смотрите. Невозвратные инвестиции на одного заявителя 150 тысяч долларов. Инвестиция в недвижимость минимум 200 тысяч. То есть, по логике вещей, либо ты платишь, то есть ты платишь либо чуть больше, но с некой вероятностью все это потом вернуть, либо платишь гарантированно меньше, и вот разница будет именно в 50 тысяч. Но или не совсем так? Там разница, да, Филипп, немножко не так, потому что опять все зависит от количества членов семьи. И если мы берем стационарную, стандартную семью из четырех человек, то получается, что при затрате на четверых при покупке доли в отеле вы тратите 220 тысяч. И плюс еще все пошлины, которые добавляются при оформлении этой опции. И вот эти пошлины, они будут немного выше, чем 100 тысяч. Поэтому, когда вы вернете через 7 лет ваши 220 тысяч, затрата 100 с небольшим тысяч в любом случае с вами останется. В случае же подарка государству затрата будет чуть больше 200 тысяч на семью из четырех человек. Окей, давайте тогда, чтобы тоже был вопрос в продолжении вот этой истории, если есть два магистральных пути, вкладывать в недвижимость или вкладывать в государство, назовем это так. Тут, может быть, просто опыт других людей будет полезен. По вашему опыту, чаще вкладывают в недвижимость или делают невозвратный вот этот платеж? У нас чаще делают невозвратный платеж, потому что это легко психологически. Те люди, которые сильнее психологически, которые понимают, что они вернут потом через 5-7 лет в зависимости от государства, от купленной недвижимости, это все обратно. И они нормально сосуществуют с мыслью, что где-то там на краю света их 220 тысяч закопаны на 5-7 лет, то выбирают эту опцию. На прошлой неделе в Антигии премьер-министр сказал в парламенте, он сказал цифру 89% дают деньги просто безвозвратно. Хорошо. Связано ли это каким-то образом со сложностью проверок или со сроками? То есть когда ты покупаешь, в этом смысле разница никакой, да? Абсолютно. Проверка везде одна. И то, что купил недвижимость, это и не сложнее, и не проще? Нет. Окей. То есть обойти какие-то нюансы проверки, приобретая недвижимость, нет, не терьте себя такой иллюзией. Возможно ли инвестиции в коммерческую недвижимость? Пришел вопрос. Гостиницы – это коммерческая недвижимость. Следующий вопрос. Какова сложность прохождения границы с паспортом Карибских островов, например, с Великобританией? Нужны ли какие-нибудь дополнительные электронные визы или документы, или можно просто показывать паспорт? Пока в Великобритании не существует электронных виз. Но нет, просто показываешь паспорт и там, честно говоря, это самая легкая страна, куда можно прилететь с карибским паспортом, потому что многие летают через Лондон и на паспортном контроле. Они знают эти паспорта. Честно, я сталкиваюсь, когда я летаю, у меня много разных в Казахстане, но когда летаю, я люблю летать с карибским паспортами, потому что у меня Канад. Скажи, багаж не беру, беру самую паспорт. Просто, чтобы удивить людей, удивлять их. Ставить тупик таможенников в ваших клубах, я понимаю. И они любят, когда смотрят на паспорт, они смотрят. Даже у меня была в России очень интересная, очень смешная история. Я прилетел, я привез министра иностранных дел Доминики на встречу с Лавровым в Москву. Мы в Сочи встретились, и когда мы прилетели, мы зашли в линию для дипломатов, и она, женщина, она пошла сначала передо мной, показала паспорт, и человек взял паспорт, смотрел, смотрел вот так, смотрел вот так. Потом, и она ждет, это министра иностранных дел, я больнуюсь. Она может не больнуюсь, но я больнуюсь в министерстве. И он поднял телефон и позвал другого человека, и я думаю, мне надо сейчас звонить в МИД, я не знаю, что делать. Ну, и все, ее пропустили. И я подошел к окну, я спросил, а в чем была проблема? Он сказал, я никогда не видел такой паспорт, хотел показать другу. Я сказал, ну, это министр! Это дипломатический паспорт. У Владимира Маяковского, правда, броды и паспорта, на польский глядят, как в афишу Казана, польский выпячивают глаза. То есть, по-моему, такая цитата. Еще два вопросика есть. Во-первых, в продолжении. Кроме гостиниц, можете ли вы порекомендовать, ну, или, по крайней мере, предположить какую-то сферу коммерческой недвижимости, куда можно инвестировать? Ну, честно говоря... Куда инвестировать, по вашему опыту? Есть хотя бы такой пример? Нет, честно говоря, ну, если инвестиции для получения гражданства, это одно. Это, нет, если мы думаем про магазины, ну, был один проект несколько лет назад на Сен-Китте, маленький шоппинг-центр. Торговый центр. Там шесть магазинов, и можно было покупать эти магазины, но это был единственный такой проект. Это для гражданства, но для инвестиций просто в коммерческой недвижимости в этих странах есть смысл в этом. Иногда. Иногда нет. Ну, сейчас покупать магазины во время COVID-19 это немножко страшно, но зато это они дешево стоят, потому что нет арендаторов. Арендаторов. Окей. В Сен-Китте предлагали еще приобретение мест в Марине. Да, точно. Большой, достаточно функционерный... Который можно сговорать с яхтом. Еще вопрос, тоже был некоторое время назад, Дмитрий задал. порядок получения гражданства за инвестиции с использованием криптовалюты. Вот если вдруг с криптой кто-то, как вы вообще решаете? Не вдруг, а многие, особенно из Штатов, но тоже из России, криптовалютчики, они сейчас покупают гражданство, инвестировать на гражданство. Какая схема здесь? Все то же самое, только ты просто оплачиваешь, переводишь, не наличные, не... Ну, государство должно получать фиат, но должно получаться реальные деньги. Они не могут получать криптовалюту, но они принимают как источник денег. Они сейчас лучше, больше и больше относятся лояльно. То есть, если я показываю, что мой доход я заработал на криптовалютах, они это зачтут. Но при этом просто вот вам немножко биткоинов, извините, ты должен все равно их каким-то образом, ну, не обналичить в буквальном смысле, а просто перевести их в буквальном смысле. Окей. Хорошо, давайте тогда дальше идем. У нас, кроме после Сенкица, есть еще, как минимум, три прекрасных страны. Гренада. Может быть, не будем мы останавливаться на всех этих странах? Ну, давайте буквально пару слов просто скажем, по крайней мере, по объектам, которые есть. Что вы здесь можете сказать, если есть... А там выбор невелик. Six Senses справа, Silver Sands слева. И тот и другой красивые проекты. Есть некоторые нюансы и различия в индивидуальных беседах, мы обо всем этом расскажем. И тот и другой пять звезд, и тот и другой строят очень мощные девелоперы, которые достроят, которые имеют серьезную историю. Причем мы, кстати, чем еще хороши локальные агенты? Они знают всю кухню изнутри. Мы понимаем, кого из девелоперов можно рекомендовать, а куда лучше никогда не давать возможность нашим клиентам, даже если очень хочется вложиться, потому что можно потерять просто все. Но я правильно понимаю, что, условно говоря, потерять все, кроме паспорта? Ну, условно говоря, паспорта. Да, да, да. У вас, вы можете разобраться. Окей, хорошо. Но давайте все-таки еще пробежимся, чтобы тут не было опрасно. В двух словах про Антигуэ. Ой, Антигуэ. Это лучшее предложение для больших семей. Да, прекрасная особенность есть у Антиги. В отличие от всех остальных стран Карибского бассейна с программами гражданства, семью из более, из шести и более человек можно оформить за государственный взнос, минимальный совершенно для этого рынка, 150 тысяч долларов. Такого действительно нет. Это вот как раз опция под большие семьи. Ну, у нас редко попадаются такие большие, а вот у наших западных офисов, а то восточных, я бы сказала. Восточных, да. Я правильно понимаю, что под большой семьей имеется в виду, ну, скажем, если там два брата, например, и семьи. Будут дополнительные пошлины, а так вообще муж, жена, финансово зависимые дети, родители тоже подпадают в это количество. Отдельный вопрос тоже, он периодически умал и до эфира, как с нами еще связывались, когда говорят о финансово зависимых детях. Вот если мы говорим о возрасте детей и о том, как ты должен доказывать, что они от тебя финансово зависимые. Достаточно там твоего слова или это нужно каких-то справок из университетов, особенно если ребенок там не вонятый, там не из 7, 8, 12 лет, а если он уже так гулял, гулял, гулял и вырос. Как в этом случае? Просто так, естественно, на слово никто не верит. Мы должны предоставить пакет документов под этого ребенка, что он действительно проживает с родителями, которые являются главным аппликантом и супругой, и является финансово зависимым. Если ребенок учится, он может быть в аспирантуре даже, в магистратуре, на бакалавриате, естественно, он не должен работать. У него не должно быть масса своих компаний, он не может иметь свою собственную семью и с этой семьей вместе заехать в одну аппликацию. Это будет уже отдельная аппликация. А если ребенок учится, например, медики, у нас часто попадаются дети-медики, которые учатся, там, сколько они, чуть ли не по 10 лет. Вот это прекрасная опция, когда человек, начиная с 19-18 лет и практически до 30, и все это подойдет как раз под программу гражданства легко. Смотрите дальше. После Антиго у нас осталась еще одна страна, о которой мы говорим. Единственная программа на Карибах, где инвестиции обязуются вернуть государство. Сцендлюсь я в двух словах об этом. То, что мы с вами говорили по поводу госбондов, это возвратная инвестиция, но не в недвижимость, а в покупку госбондов. Они бескупонные, то есть вы не можете заработать на них, но зато вы вернете вложенную сумму через определенное количество времени. Бумага будет от государства, которая будет свидетельствовать о том, что вы действительно купили эти госбонды, и вот тогда-то их можете обратно вернуть, эти деньги вложенные. Сколько дней можно пребывать, имея паспорт одного государства, карибской страны, на территории другого? 365. То есть тут вообще никаких... На другого государства, входящего в Карикон, Содружество Карибских Государств. Не все входят в Карикон, там, где действует обращение карибского доллара. Окей, давай... 366 в высокостный год, так что мы ждали. Окей, ну и в завершении еще буквально тогда несколько вопросов, которые тоже, они и в чате у нас были, и заранее поступили. В прошлом году, по-моему, в прошлом году, по-моему, у Сент-Кидса были какие-то особые бонусы, которые должны были закончиться в новом году. Есть ли сейчас какие-то специальные опции, вообще какого-то природа этих бонусов финансовых? То есть когда в рамках... На обычные условия накладываются какие-то скидки, спецпредложения и так далее. И есть ли какие-то сейчас, они в 2022 году? Спасибо, Нуря. Про опции вам. Ну, не только про веселую жизнь на островах. Нет, Нуря прислушивается. Я про Моря. Поверяет? Поверяет. Хочет еще один паспорт, но нет. У Сент-Кидса всегда есть много опций. С 1 января они выпустили новую возможность, скидочную, так называемую, вложение в строительство некой коррекционной инфраструктурного проекта в Сент-Кидсе, порог входов, который 175 тысяч долларов. Ну, то есть та опция, которая красиво звучала, 150 тысяч долларов на семью из четырех человек, на сегодняшний момент отсутствует в предложении на Сент-Кидсе. Есть опция от 175 на четверых. Плюс пошлина, плюс услуги. В любом случае, это на 20 тысяч дешевле, нежели чем идти по стандартной опции подарок государству, где сумма равна на четверых 195 тысячам долларов, плюс пошлина, плюс услуги. Вечный вопрос. Все-таки самая дешевая версия на одного человека – это 100 тысяч и Антигуа. Это 100 тысяч и Сент-Люсия. И Доминика. И Доминика, да. Окей, следующий вопрос по все-таки схеме работы. Как выстроить весь процесс, с чего его надо начинать? С консультацией в Апексе. Звоните, пишите. Который что? Приходите на Леонтьевский, 25. Мы, ну, совсем в самом центре Москвы, но в углу с мэрией. Это прекрасное местоположение, поэтому и в кофе у нас очень вкусный. И расскажем, мы ответим на все ваши вопросы. И, между прочим, мы это делаем с утра до вечера, независимо от того, станет ли приходящий или воспрошающий человек далее нашим клиентам или нет. Мы несем мысль в массы, мы несем понимание того, что второй паспорт – это хорошо, легально, интересно и таит в себе много бенефитов. И очень рады будем делиться с вами этими мыслями, идеями и всем тем, чем мы владеем. Естественно, это не означает, что мы альтруисты. Нет, наши услуги стоят своих денег. Но вначале мы выясняем, что за человек, каков его бэкграунд, какие скелеты в шкафу, можем ли мы его взять. Мы делаем предпроверку. Если нужно, мы делаем расширенную проверку вместе с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Мы полностью подготавливаем решение свое и человека к тому, чтобы подписать договор АПЕКС-наш потенциальный клиент. И дальше начинается работа. Дальше мы выделяем персонального юриста, который подготавливает пакет документов для подачи той или иной государства вместе с нашим аппликантом и членами его семьи. Как только все готово, документы уедут на остров, тот или иной, который выбран, будет осуществлена подача. И дальше мы будем ждать результатов дью-дилиженса или дополнительных вопросов. После вынесения одобрения идет выход сертификата о натурализации. И дальше еще месяц с небольшим и паспорта приезжают к нам в офис. Либо туда, куда хочет человек. После такого монолога, я думаю, контакты компании в чате будут более чем уместны. Вопрос, оказываете ли риэлторские услуги на Карибах? Мы можем и везде на Карибах оказывать такие услуги. Мы, честно говоря, не так часто приезжают люди покупать недвижимость. Когда они приезжают, то мы, естественно, помогаем и можем помогать абсолютно везде. Тогда все-таки еще один вопрос финансового характера. Сент-Люсия 100 тысяч, да, вот мы назвали. Но это сумма, которую ты инвестируешь в государство. Как примерно можно оценить все дополнительные расходы? В простом случае, если там не нужно никаких каких-то сверх бумаг добывать. Потому что, ну, понятное дело, что процесс может занимать очень много времени, а время – это деньги. Но вот услуги ваши, как лицензированные компании? У нас очень дорого, просто невозможно дорого. И, собственно, мы могли с этого начать, после этого, может, было бы вебинары не проводить. Да, можно было бы вообще не проводить вебинары. Программа будет стоить в районе около 140 тысяч долларов. 100 плюс 40. Полностью брать, да, все затраты человека. Можно ли сказать, что, как правило, это, ну, что и 40 процентов, это как бы, как сказать, ну, 100 и 40, что 40 процентов от стоимости вложений примерно и в других случаях такая же история работает? Ну, точно таки такая же история работает, в других странах нет, потому что порог входа от 150 тысяч. И пошлины везде разные. От этого как раз выстраивается и итоговая стоимость. Кстати, еще затраты человека – это перевод, апостелирование там, где нужно, например, самкиц и документов, нотариальное заверение. Если у человека 27 компаний, как у нас было недавно, то это получается вот такой пакет документов, и он будет стоить ему еще в районе 5 тысяч долларов только на подготовку такого пакета. Плохо быть владельцем 27 компаний. Ну, да. В этом смысле, да. Это не шутка на самом деле. Не из-за этого только, а из-за того, что государство должно потом проверять намного больше моментов. И это занимает время, и чем больше моментов, тем больше есть скелетов. И тогда все-таки такой вопрос. Вот на первой встрече, когда человек к вам приходит на Леонтьевский. Леонтьевский. Я могу это говорить. Я просто таки. Блин, ну отлично, видите. Это заразное. Так вот, все-таки на этой встрече, что она собой представляет? Ну, то есть человек вообще должен, просто без каких бы то ни было, без какого-то ни было понимания должен прийти. Или все-таки что-то, ну какие-то у него базовые знания, факты должны быть? Не знаю ему знания, у него просто должна быть потребность. Хочу какое-то гражданство. Какое, не знаю, где Карибы, слыхом не слыхивал, но что-то слышал, в интернете прочитал, или друзья что-то там сказали. Расскажите, как это работает. Вот мы и этим занимаемся, да, рассказываем. И в заключении вопрос. Я думаю, что мы с вами наверняка и на эту тему еще будем говорить еще раз, и встретимся через какое-то время. Я все равно буду его вам задавать. Вдруг, его надо задать, потому что по-другому никак. Значит, маленькая предыстория. Живем в самом лучшем городе мира, в Петербурге, в Москве. Вдруг какое-то государство... Как можно сказать, что в Петербурге, Москва сам нельзя смазываться? Я просто здесь, Софья, поэтому я не стал, как бы я сказал, Петербург, и все. Конечно, конечно. И после этого все отношения были бы осложнены. Так вот, какое-то государство, в котором я никогда не был, вдруг, может, еще никогда не побываю, предлагает мне, приезжая туда, паспорт, который изумляет даже таможенников. А тут еще я слышал, что буквально там в 100 метрах от этих стран, есть вот в Ануату, в 100 метрах, это шутка, но для меня в 100 метрах, да? На глобусе они в миллиметре друг от друга находятся. И там вот что-то говорят, что сейчас возьмут и лишат эту страну, обладателей паспорта этой страны без визового въезда в ЕС. Ну и что я буду делать вот с этим паспортом, который даже таможенников изумляет? Понятно, что вы не являетесь одновременно президентами всех этих стран. Всех стран, да. Да, но тем не менее, что должно меня, если не убедить, то по крайней мере, немножечко успокоить относительно того, что в течение ближайших года трех-пяти в нашем безумном мире все эти паспорта не станут просто, ну, бумагой. Не паспорта. Давайте я объясню. Конечно, мы не президенты всех стран мира, и мы не можем гарантировать ничего. Но то, что я знаю изнутри, я общаюсь не только с директорами и с людьми во всех этих офисах в государстве, а со всеми, честно говоря, я тут живу, с премьер-министрами. Они делают, в отличие от того, что я, мы не работаем на вануату, мы не понимаем, я только знаю по тому, что я читаю. У них не было due diligence, они не проверяли людей, или мало проверяли людей. Объяснили мне однажды, как они проверяют, это просто шутка. На Карибах они просто это сумасшествие, до сумасшества, насколько они проверяют людей, потому что они знают, что есть риск, что Европа что-то скажет. Они общаются с Европой, приезжают представители Англии, Европы, Канады, Америки, приезжают на Карибы, смотрят на то, как работают, как они работают, как они проверяют. Они приезжают раз в квартале, ну сейчас меньше из-за ковида, но есть специальные люди, которые от этих, они общаются с этими государствами. Идет общение, идет контакт, у них это очень важно и для них, и для естественной Европы и так далее. Так что я думаю, что вануату вообще не обращали внимания, и только сейчас начинают обращаться внимания. На Карибах они очень, они понимают, что это их хлеб, и они делают все, чтобы защищать свои программы, и защищаться от возможных проблем с другими странами. Окей. Ну что ж, убедительно, спасибо Нуре, Нуре Кацев, президент-основатель компании Apex Capital Partners. Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners по России и СНГ. Дорогие друзья, если на какие-то вопросы не смогли ответить в рамках нашего прямого эфира, по завершении, как Софья сказала, пожалуйста, в любое время звоните, приходите и получите все необходимые консультации. На этом, наверное, все. Спасибо вам. Болеть не будем, болеть не будем. Болеть не надо, болеть никому не надо. И самое время, раньше вел спортивную передачу на радио. Спасибо вам большое, Силина. Болейте только на стадионах. Спасибо вам огромное, Рустем, спасибо вам, вы были нашим сегодня самым активным вопрошающим. Еще хочу напомнить, что у нас на Прианру будет много самых интересных вебинаров в ближайшее время. По ссылочке можете на сайте Прианру о них узнать. Спасибо большое, спасибо нашим партнерам. До встречи, до свидания.